Я начинаю новую серию под названием «Берегитесь скрытого врага». Надеюсь, вы не пропустите ни одной программы из этой серии. Эта тема волнует не только меня, но и миллионы людей в нашей стране и по всему миру. В Австралии, в Европе, в Англии и даже здесь, в США. Где бы я ни был, люди спрашивают меня, почему это происходит. Я хочу рассказать вам, почему это происходит и как мы можем стать частью ответа. Вопрос, который я слышу от людей отовсюду, от молодых, старых и среднего возраста. Это звучит он так, как нам сейчас жить. Я слышу его от неверующих. Как нам жить сейчас, когда мы видим, как наша культура распадается у нас на глазах, когда мы видим, как наша культура теряет свои моральные устои, когда мы видим, как западная цивилизация, построенная на протестантской реформации, распадается на части, когда мы видим, как наш мир живет в страхе террора, извне, и страхе нападения в наших ваннах и раздевалках, нападениях изнутри, как нам жить сейчас, когда мы видим, как правительство способствует разрушению семей, когда лидеры, которые должны быть примером для подражания, кладут руку на Библию и обещают защищать нас, на самом деле приносят разрушение и разруху и становятся самовлюбленными. Как нам жить во всем этом? Главным фокусом этой серии посланий будет Писание, но я должен вам признаться, я должен выйти вперед и сознаться вам, что на меня сильно повлиял святой Аврелий Августин. Многие из вас знают это имя, если вы не читали его классическую книгу «Город Божий», то я вам очень ее рекомендую. Ей 1600 лет. Но она уместна и сегодня. Она о людях Божиих, которые должны жить в «Городе Божием», но живут в «Городе Человеческом». Аврелий Августин проводит различия между городом человеческим, который отличается любовью к себе, и городом Божиим, который состоит из тех, кто любит Бога и хочет служить Ему верно и от всего сердца. И мы с вами увидим в Писании, что город человеческий никогда не станет городом Божиим. Надеюсь, вы все еще со мною. Эти два города отличаются по своей сути. Эти два города идут разными путями. Эти два города движутся в диаметрально противоположном направлении. Тем не менее, те из нас, кто принадлежит городу Божиему, должны знать, как жить в городе человеческом. Я хочу поделиться с вами одним стихом, потому что именно это происходит, когда принадлежащие Богу сбиваются с пути. Те, кто когда-то почитал Бога и перестал это делать, должны помнить, что у этого есть последствия. И когда это случилось с Израилем, и Бог забрал от них свою руку, они стали жертвами террористов того времени, а именно Вавилонин. Такая судьба ждала Израиль, когда они отвернулись от Бога. Такой была судьба любой культуры и общества, которое отвернулось от Бога и отвергло его. Давайте посмотрим, какой именно. Книга Аввакума, первая глава. «Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он, от него самого происходит суд его и власть его». Террор извне и воинственные антихристианские настрои изнутри. И скоро я покажу вам, что эта формула, которая использовалась тогда и сейчас, в 410 году, Рим, осаждаемый варварами, попал в руки этих варваров. Это эквивалент современного террора, как и тогда, когда израилетяне попали в руки вавилонин, которых можно сравнить с современными бандитами. До этого Рим был сверхдержавой, как и Израиль во времена правления Давида, а потом и Соломона. Сотни лет Рим был господином всего мира и принимал иммигрантов со всех уголков земли. Рим был символом силы, культуры и цивилизации. Но вдруг его не стало. Он был стерт с лица земли нашествием варваров. Верите или нет, но вскоре после падения Рима языческие жители Рима обвинили христиан в его падении. Звучит знакомо, да? Но правда в том, что в тот момент христиане Рима были так же шокированы, как и их соседи-язычники. Точно так же верные израилетяне были шокированы, потому что думали, что Бог никогда не заберет свою руку. Они говорили, «Мы Божий избранный народ, мы зеница его ока, с нами ничего не случится». Они были так уверены, что даже не заметили, как отошли от Бога и отошли от своих библейских устоев. И они были шокированы, когда пришли орды в Вавилонин и разгромили их. За сто лет до падения Рима, за сто лет Константин принял христианство и принес его в империю. И почти сто лет до падения Рима в Римской империи защищали христиан. И посреди всей этой суматохи Бог предусмотрительно поднял человека из Северной Африки. Это современная Танзания. Звали его Аврелий Августин. Его первое имя Аврелий, но он никогда его не любил, потому что его назвали в честь императора Аврелия, поэтому он никогда им не пользовался. Я рассказываю вам предысторию, чтобы показать невероятное сходство между нашим временем и временем падения Рима. А сходство это просто поразительное. Наше время также имеет много общего с временем, предшествовавшим вавилонскому изгнанию израилетян. Вот почему я считаю книгу пророка Иеремии такой утешающей. Читая ее, я понимаю, что он чувствовал перед тем, как вавилоняне придут и заберут израилетян в Вавилон. Как я уже говорил, христиан в Риме обвинили во всех проблемах. А через несколько минут вы увидите, что нет ничего нового под солнцем. Сегодня властные люди обвиняют христиан во всех болезнях нашего общества. У нас есть лоббисты, которые пытаются продвинуть законы об извращениях и потаканию своим прихотям. Получается, что одни нападают снаружи, другие изнутри. А это формула катастрофы. Это только начало. Но уже завтра христиане будут извращенцами и паразитами, как это сделали нацисты в Германии. Павел писал в послании к филиппицам 2 главе 15 стихе «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, к тому же непорочными среди этого развращенного рода». Однако мы живем в извращенном поколении. Так как же нам жить? Сегодня мы видим, как варвары захватывают все современные цитадели. Сегодня они захватили все крепости западной культуры. Сегодня они занимают самые высокие должности в стране. Сегодня они в классах. Сегодня они в законодательной власти. Сегодня они в школьных советах. Сегодня они профессора университетов. Сегодня они в семинариях. Сегодня они за кафедрами, и да, даже среди прихожан в церкви. В то время варварами считали тех, кто не знаком с высокоинтеллектуальным искусством и литературой. Сегодня варвары — это те, кто живут властно, удовольствиями, извращениями и потаканием своим прихотям, а не принципами. Фраза «История повторяется» взята из Библии. «Бог освобождает свой народ. Изначально люди благодарны Богу и поклоняются им». Со временем Божий народ забывает Божью благость и Его освобождение и рвется к независимости. Бог зовет их к себе снова и снова, но они отказываются, и тогда Бог забирает свою руку. Они дорого платят или расхлебывают последствия своей независимости от Бога. Они начинают взывать к Богу, и Бог снова освобождает их. «История повторяется», не так ли? Так говорит нам Библия. Цикл этот повторяется снова и снова. Если вы посмотрите на Библию в целом, я знаю, что у некоторых из вас есть любимые стихи и главы, и это прекрасно, так держать. Но посмотрите на Писание в целом, как на книгу. И вы заметите, что эти повторения проходят через всю Библию от начала и до конца. Библия начинается со свадьбы в городе Божием, а заканчивается в прославленном городе Божием на символической свадьбе между женихом, Иисусом Христом, и невестой, церковью. Библия начинается с того, что Адам и Ева являются наместниками Бога на земле, а заканчивается тем, что Иисус и Его верующие правят всем миром. Библия начинается с мужчины и женщины, полных мира, спокойствия и радости в городе Божием. А заканчивается вместе еще большего мира, спокойствия и радости в городе Божием, в Новом Иерусалиме. Но между тем, мы с вами, принадлежащие городу Божьему, должны знать, как жить и в городе человеческом. Не просто жить, а функционировать, быть эффективными и успешными даже в городе человеческом. Библия — это не только систематичный и организованный план Божий, она еще и последовательна. Библия — это откровение Бога о самом себе. Вот почему они пытаются сделать ее вне закона и забрать ее из школ. Вот почему ее забирают из библиотек. Библия — это откровение Бога о самом себе. Если хотите узнать Бога, прочтите Его Слово. Но также Библия — это откровение Бога о том, что Он делает посреди нас. Послушайте меня. У Бога нет начала и конца, а у нас есть. У Бога нет начала и конца, а у творения Он есть. Вот почему Библия начинается с города Сада под названием Эдем и заканчивается городом Садом под названием Новый Иерусалим. Пожалуйста, не относитесь к моим словам легкомысленно. Всегда. Всегда. Всегда все начинается с бунта и независимости. Прочтите об этом Писании. Всегда. Все начинается с человека, потом идет семья, потом общество, потом целая страна. И вот мы переходим из города Божьего в город человеческий. Все началось еще в Эдеме, с Адама и Евы. А мы получили это по наследству. Адам и Ева сказали, мы не уверены, что Бог сказал именно так. Мы не уверены в том, что Он имел в виду именно это. Мы не уверены, что то, что Он сказал тогда, уместно и сегодня. Или же так. Мы знаем, что сказал Бог, но мы не можем справиться с нашими желаниями. Мы знаем, что Бог хочет, чтобы мы повиновались Ему, но мы выбираем идти на поводу своих чувств. Это привело к переезду человека из города Божьего в город человеческий. И в этой серии мы увидим, что это повторялось сотни раз в Писании. За последние 7 тысяч лет это повторялось так много раз. И хотя первый Божий город был создан красивым со своей системой полного обеспечения и собственной системой защиты, Адам и Ева оказались в городе человеческом лишь потому, что захотели независимости. Они не хотели подчиняться власти. Мы не хотим подчиняться Божьей власти. Вот в чем проблема. Пожалуйста, послушайте меня внимательно. Когда они взбунтовались и стремились к независимости от Бога и к потаканию своим прихотям, это было лишь пижонство. Но когда они оказались в городе человеческом, то до конца своих дней они жили с сожалением. С самого начала грех стремления к независимости от Бога испортил красоту прекрасного города Божьего. Образно говоря, когда мы отказываемся жить по Божьему предписанию и стремимся жить по нашим желаниям, чувствам, ощущениям, то переезжаем из красоты Божьего города на мусорную свалку города человеческого. Так происходит всегда. Не заблуждайтесь. Библия говорит, что грех приятен только на мгновение. Во-первых, город Божий был красивым, а во-вторых, он был полон Божьего обеспечения. Он был наполнен всевозможными, приносящими удовлетворение плодами, не только для Адама и Евы, но и для всего творения. Адам и Ева заметили, что их работа в городе Божьем была целенаправленной, удовлетворительной, приятной и восхитительной. Разница между теми, кто принадлежит к Божьему городу и живет в городе человеческом, и теми, кто принадлежит человеческому городу и живет в нем, это их взгляд на работу. Вы это знали? Взгляд на работу существенно отличается. Верующий считает свою работу приносящей удовлетворение и имеющей цель как служение Богу. Как часто говорил Павел, мы работаем не на начальника, а на верховного начальника, потому что он все видит и он нас вознаграждает. Неверующие отвергают работу, пытаются дурачиться. Я не говорю, что так делают все, но многие молодые люди в нашем обществе хотят, чтобы все было подано им на блюде, никакой ответственности. К сожалению, мы знаем, чем это заканчивается. Если вы понимаете, что ваша работа приносит славу Богу, то вы не можете дождаться того, когда пойдете на работу. Вы почитаете Бога первыми плодами вашего труда. Вы становитесь благословением не только для себя и своей семьи, но и для других. Но когда вы работаете для собственной славы, работа перестает приносить удовлетворение. Именно это произошло с Адамом и Евой. Итак, город был живописным, полным обеспечения и был местом защиты. Я хочу, чтобы вы услышали меня правильно. Когда Адам и Ева были в гармонии с Богом, они были в гармонии друг с другом и в гармонии с окружающей средой. Всегда проверяйте себя. Я знаю из личного опыта, когда в моей жизни есть грех, неисповеданный грех, я не в гармонии. Я не в гармонии с Богом, не в гармонии с собой, не в гармонии с другими. И вот что произошло. Они были в гармонии с Богом, поэтому все было на своих местах. Вот что делало город Божий Эдем раем. Неважно, где вы живете, это может быть рай, если вы в гармонии с Богом. Библия говорит, что стены города Божьего это символ Божьей защиты. Это символ Божьего укрытия для Адама и Евы. Это был символ Божьей охраны для них. А сейчас, друзья мои, эти стены разрушены повсюду. Стены разрушены, и наши семьи в опасности. Многие годы люди спрашивают у меня, почему дерево познания добра и зла находилось в том идеальном месте? А вы послушайте внимательно, потому что это прекрасный вопрос. Дерево находилось там, чтобы напомнить им, что они не принадлежат себе. Оно должно было напоминать им, что они принадлежат Богу. оно должно было напоминать им, что они подотчетны Богу. Оно должно было напоминать им, что им не избежать суда. Вот почему грех, который нанес поражение нашим праотцам, первым людям в Эдемском саду, был побежден вторым Адамом в Гефсиманском саду. В Эдемском саду Адам упал, ему упали вместе с ним, а в Гефсиманском саду Иисус одержал победу, и все принадлежащие ему тоже будут и есть победителями. В Эдемском саду грех заразил человечество, но в Гефсиманском саду было найдено противоядие от греха. В Эдемском саду в результате своего бунта Адам пережил смерть, но в Гефсиманском саду мы можем переживать жизнь, настоящую и вечную жизнь. Поэтому, если вы никогда не искали в Гефсимании свое спасение, если вы никогда не искали в Гефсимании вечную жизнь, то пора это сделать. Сегодня тот самый день. Одно дерево в саду принесло Адаму поражение, другое дерево, крест, принесло Иисусу победу. Одно дерево в Эдеме уничтожило будущее Адама и сделало его блеклым, а дерево на Голгофе, крест, дало вам надежду и будущее. На какое дерево вы взираете каждый день? Задайте себе этот вопрос. В Эдеме или в Гефсиманском саду? Это дерево познания или крест. Дерево в Эдеме было источником искушений, а дерево крест может дать вам силу преодолевать искушения всякий раз. Всякий раз. Вопрос в том, вы принадлежите городу Божьему, живя в городе человеческом верой, или же вы на помойке и в разочаровании. Вы принадлежите городу человеческому и живете в нем же. Сегодня вы можете выйти и перейти в город Божий, ибо только крест Иисуса, на котором Он пролил Свою драгоценную кровь за вас, может дать вам цель в жизни. Только крест Иисуса может дать вам надежду посреди безнадеги, дать вам жизнь посреди смерти, дать вам свет посреди тьмы. Он может дать вам радость посреди печали. Он может дать вам мир посреди суеты. Вот почему мы принадлежим городу Божьему. И каким бы блеклым все не выглядело, как бы темно не становилось, вы всегда будете ходить с высоко поднятой головой, потому что мы принадлежим Иисусу. Скажите это. Я принадлежу Иисусу. Я принадлежу Иисусу. Знаете это, верьте в это, практикуйте это. Не просто на интеллектуальном уровне, а каждый день, каждый момент вашей жизни. Я принадлежу Иисусу. Я буду править и царствовать вместе с Ним в городе Божием. Провозглашаю бескомпромиссную истину на пути вперед с доктором Майклом Юсефом. Иисусу. Продолжение следует...